Закончилась пресс-конференция главы, где Роман Юрьевич Волов ответил на вопросы представителей школьных молодежных средств массовой информации. Присутствовали на встрече вместе с ребятами учителя школ, ну и, конечно же, городские средства массовой информации. Основные вопросы касались социально-экономического развития городского округа, главных строек и проектов, цифровизации в разных сферах городского хозяйства, потребностях школ, в актовом зале, например, для школы номер пять, в школьном автобусе для одной из школ шла речь и о подростковом вандализме, о предоставлении жилья молодым специалистам, о нагрузке и отчетности учителей, юбилей победы, конечно же. Спросили представители школьных средств массовой информации о том, какое желание загадать глава на Новый год, занимается ли спортом и ставит ли необходимые прививки. Даже это интересовало ребят. Но в завершении пресс-конференции глава пожелал всем присутствующим мира и добра и, кстати сказать, посоветовал быть аккуратными пользователями соцсетей, предусмотрительными при выкладывании в сеть фактов своей личной жизни, ибо нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Ну, всем, кому интересно, смотрите основные фрагменты пресс-конференции в эфире. Мы на 11 месте из 47. А если брать вообще все города Российской Федерации, то мы на 400, не помню, 50 каком-то не взял с собой, к сожалению, эти цифры месте. Но все это есть, опубликовано, можно посмотреть. 19-й год. Очень много проектов было реализовано. Завершить первый этап реконструкции и ремонта теплосетей, которые питают основную котельную. Город от основной котельной номер один наш. Это труба 500. Сейчас по ней уже идет тепло дома. Значит, нам удалось завершить второй этап парка. Нам удалось и вот буквально 25 числа состоится пуск ледовой арены. Это крупный проект и говорю. Нам удалось открыть точки роста в двух сельских школах, 8 и 10, которые позволяют получать еще более качественное образование. Это из крупных проектов. Удалось завершить ремонт улицы Ленина. Понятно, что сделано и сейчас идут разбирательства, но я считаю, что это тоже основной такой этап в развитии. Это пешеходные переходы, пешеходные дорожки, которые позволяют обеспечить безопасность прохождения к образовательным организациям практически всех школ, городского округа, детских садов. Понятно, что где-то есть и мы уже не раз, я отвечал на телевидение и в газете. На наши требования к подрядчику оказался не очень добросовестный. И на сегодняшний день ни копейки не заплатили мы ему, хотя предусмотрено 16 миллионов рублей. И он пытается судиться с нами, говорит, что все сделано красиво, все сделано качественно. Наши специалисты говорят об обратном. И депутатский корпус, конечно же. Мы подключили депутатов нашей думы, которые, как со стороны общественников и представителей вас, пытаются это сделать. По экономическим показателям мы растем. Очень хорошо растут сельскохозпроизводители, особенно по молоку. Мясо при росте, промышленность при росте. То есть рост идет. Это говорит о том, что в принципе мы не стоим на месте. Понятно, честно признаюсь, что бюджет городского округа он миллиард семьсот составлял в девятнадцатом году и не позволяет, так скажем, понимать в полном объеме слово развитие. Мы где-то латаем дыры, где-то еще есть дыры, которые необходимо закрывать и ремонтировать дороги, ремонтировать коммунальную инфраструктуру, которая на восемьдесят процентов изношена. Это, на мой взгляд, в принципе, если говорить оценочным языком педагога, то твердая четверка. Твердая хорошо за работу и депутатов, и администрации городского округа. Ну, понятно, что в мае, да, после отчета главы, оценку дадут депутаты, а это представительный орган власти по итогам 2019 года. Там две оценки, удовлетворительно, неудовлетворительно. Я ставлю четвертую четверку. В принципе, мы развиваемся, мы двигаемся. Есть еще проекты, новые проекты, которые будем реализовывать, но законодатель определяет просто определенные рамки, иногда эти рамки временные. Роман Веревич, гимназия, радио «Скол-ТВ», Елена Анатольевна. С точки зрения главы городского округа, по планам, допустим, отпущенным на 2019 год, что осталось за рамками развития образования, на ваш взгляд? И что вы планируете, допустим, как глава в развитии образования на следующий год? Чего бы хотели увидеть? Чего бы от школ, от детских садов, вообще от дополнительного образования добиться, увидеть, рост какой-то увидеть? Остается нерешенным ряд вопросов приведения в соответствии с требованиями санитарного законодательства и пожарной безопасности ряд образовательных организаций. Это я про те дыры, которые я говорю. То есть мы порядка 25 миллионов ежегодно тратим на это денежные средства. Это нерешено. Еще есть вопросы, которые необходимо решать. Нерешены вопросы и, как я уже сказал, приведения уличной дорожной сети и вблизи образовательных организаций, так, как нам бы хотелось. Об этом я сказал выше, но первый вопрос отвечаю. Что касается качества образования и непосредственно деятельности образовательных организаций, на которые мы ценим. То есть понятно, что всегда сухой лог был в золотой середине. Он бы не был лидером никогда по качеству образования. Но хотелось бы, чтобы уже перешагнули в двадцатку лидеров городов Свердловской области по качеству образования. И догоняли такие города, как Новоуральск, Качканар, которые звучат постоянно на всех совещаниях по реализации образовательной политики. Понятно, что хотелось бы и дальше работать над обустройством образовательных организаций современными оборудованием, техникой. То есть это вот как точки роста, да, берем опять же. Или Уральская инженерная школа. Но, по крайней мере, все планы, которые были на девятнадцатый год, они реализованы. Я говорю о планах, которые реализованы, которые придут как-то из года в год. Девятнадцатый год в полном объеме освоено все финансирование управлением образования. И понятно, что хотелось бы больше уделять патриотическому воспитанию нашей молодежи. Это мое субъективное мнение, как главы, как человека. Потому что я вижу, пока мы не поймем, что то место, где мы живем, это наше родное место, и которое мы любить должны и обязаны сохранять, а не кто-то придет и кто-то там когда-то сделает. Я всегда привожу пример, когда реализовывалась программа «Тысяча дворов» и программа формирования комфортной городской среды. Мы сделали за счет бюджета площадку в одном из микрорайонов города. На третий день ее сломали. Мы сделали парк, вы знаете. На второй день сломали фонари. Ну, не я хожу, и не сотрудники администрации с депутатами ломают. Есть видео. Это молодые люди. Притом из школ даже есть. Фамилии есть. Разбирались. Но вот пока не будет такого общественного мнения, что то, что мы делаем, это делаем для себя. А не ежедневенческая такая позиция. Так что я думаю, что надо работать дальше над качеством. Есть вопросы к единому государственному экзамену, особенно в плане математики. Физику натаскали. С физикой были проблемы. Но теперь с математикой стала проблема. То есть, есть вопросы. Их надо решать уже на тех группах или ассоциациях предметников, учителей. Смотреть и искать выходы из этой ситуации. Пока мы, так скажем, опять же твердые и хорошисты в этом отношении. Так что планы на 2020 год по образованию это точка роста. Еще одна у нас, если глобально смотреть, это приведение в соответствии с нормами и правилами всех надзорных органов, санитарных и пожарных. Дальше. Дальнейшее. Это капитальные ремонты. И пытаться попасть на 2021 год со строительством новой школы на 1200 мест. Вся необходимая документация готова. Проект есть. Все инстанции пройдены. Все уже лежит в Министерстве образования, в Министерстве строительства. Но здесь попасть надо в федеральную программу. И есть городские округа с еще более тяжелой ситуацией по второй смене, как у нас. Хотя мы, если брать Южный округ, мы первые. Антилидеры по количеству занимающихся детей во вторую смену. Чтобы избежать этого, нам надо строить школу. Школа в юго-западном микрорайоне, районе Шадского перекрестка. Все уже сделано. С нашей стороны все сделано. Теперь остается моя задача лоббировать, продвигать, пытаться попасть. Есть, конечно, еще мысли. Мы с Министром образования Сырловской области проговаривали о создании капуса. О создании современного образовательного центра. Если есть возможность, я думаю, у вас у всех есть интернет. Можете зайти, посмотреть. Есть школа в Московской области. Летово. Но это частная школа. И там, чтобы попасть в седьмой класс, ребята сдают олимпиадные задачи, решают. И тогда там реально уровень очень высокий. А как это организовано, можете зайти на сайт Летово, посмотреть. У них по типу высшего образования уже кафедры и так далее и тому подобное. И учителя соответственно уровня, конечно. Понятно, что задача на 2020 год привлечь молодых специалистов. В этом году мы закрыли начальную школу. Но нам катастрофически не хватает учителей русского языка, учителей математики, учителей иностранного языка. Катастрофически не хватает, потому что нагрузка у учителей огромная. А раз нагрузка огромная учителей, то и соответственно качество падает. Потому что, сами понимаете, либо провести два урока, либо провести десять уроков, к которому надо готовиться постоянно. Это отсюда просто не силу физически, силу учителя и морально, психологически. То есть это надо готовиться же, но переживаешь. Человек пришел работать, добросовестно работать. Но объем, либо сделать качественно одну деталь, да, и улучшить цвет, либо массово, так скажем, на потоке это все делать. Понятно, что выдают и стараются качественно, но здесь тоже нам надо работать. Над этим мы уже договорились с Сухоложской техникумом нашим многопрофильным по общежитию. И один этаж они нам отдают в следующий год под жилье для молодых специалистов. А кампус, если нам удастся получить, то там будет жилье как для детей, это привлечение детей талантливых. Южный куст полностью наш, потому что говорится о трех всего кампусах в Свердловской области. Это Екатеринбург, СССР и мы. Я уже указом губернатора включен в рабочую группу, но пока заседаний не было, я пока ничего сказать о этом не могу. Так что работаем над пока теми проектами, которые есть у нас. Роман Юрьевич, в разочи решила точку роста. В какой школе повезет? В 17-й. Вы по первому образованию педагог или по второму? Или по какому-то педагог, короче. По первому образованию я вообще спортсмен. Так, ладно. По второму образованию педагог. Я просто в продолжение темы, Татьяна Анатольевна, раз вы педагог, значит, твоя оценочная система для вас близка. И продолжаю тему. Бюджет тратит на образование львиную долю средств. То есть денег там море уходит. 86% мне память не изменяет. Вы меня поправите. Буквально одним предложением. Насколько образование оправдывает эти деньги? Вот такие капитальные вложения. Вы сегодня удовлетворены? Да. Я еще раз говорю, что то, что мы тратим, мы получаем обратную связь. Это понятно. Во-первых, обратную связь я вижу из участия и педагогов, и детей в различных конкурсах. Потому что я всегда собираю по окончанию года, мне сотрудники подведомственных, в частности, управление образованием, всегда представляют в разрезе каждой образовательной организации те или иные вопросы. Но даже если яркий пример брать из дошкольного образования, это участие одного из детских садов в выставке инопром. Ни один детский сад в Северной области не участвует. И даже на Уральск. И даже на Уральск, да. То есть, это уже о чем-то говорит. Это качество преподнесения материала по Уральской инженерной школе. А извините, инопром, кто не был, там очень достаточно. Если говорить даже об этих годах и посещение президента и премьер-министра, это говорит о чем-то, да. Помимо иностранных государств, где сухой лог и дети из детского сада. Это говорит о том, в этом отношении двигаемся, да. То есть, нам надо инженерию, нам надо IT-технологии, за этим будущее. Потому что вы видите из новостей, наверное, это и умный интеллект и так далее. Да, мы можем постоянно бросаться на какие-то проблемные вопросы, наши дыры, но мы тогда вперед не будем двигаться. Надо смотреть вперед. Так что, здесь 4 с плюсом. Если 4 за развитие города, то образование 4 с плюсом. Я бы еще добавила, что вот первая гимназия, да, федеральная площадка является экспертным. А это уже здесь можно на каждой школу перечислять. Деньги не зря. У каждой школы есть, конечно, что-нибудь, какая-нибудь изюминка. Буквально недавно читал статью в журнале российском про пятую школу. То есть, есть, у каждой образовательной организации, это я еще раз говорю, долго буду говорить, у каждой есть успехи. И эти успехи, результат работы всего педагогического коллектива и результат работы детей. Несмотря на то, что мы в серединке, мы все-таки отдельные лидерские дела, они все-таки налицо. Ну, само собой, конечно. А еще вопросы у ребят какие-то? Давайте. Можно продолжить по качеству образования, Алла Николаевна, от места школы, администратор школьной газеты «Вестник». Мы сейчас вот педагоги, ну, по образованию, по качеству образования, вот буквально вчера были в гимназии, у нас был семинар, и получили такую информацию, что по нашим всем всероссийским проверочным работам, по УГ результатам, по ЕГ результатам, в муниципалитет распускается такой аналитический кейс, где есть результаты по городу, по району, по каждой школе, по каждому предмету, где сравниваются результаты и дается полная аналитическая справка по каждому предмету в сравнении с Свердловской областью и в сравнении с российскими результатами. Вот скажите, пожалуйста, вот в этом году пришел такой вот аналитический кейс в муниципалитет? Я видел только по итогам прошлого учебного года, это есть в управлении образования, я видел, и я почему и говорю, на основании вот этих все мои оценки даны. Но там даны по ГИГ, по всероссийским проверочным работам пока еще ничего такого не поступало, по крайней мере через меня не проходило, может по линии управления образования. Я хочу сказать, что сейчас у нас много вопросов, связанных с тем, что надо педагогов, предметников, классных руководителей освободить от разной отчетности. Вот я по году, у меня дети сдают ОГЭ, ВПР дети пишут, но я такого вот анализа по своему предмету, у меня два предмета исторического сознания я не видела. В гимназии поделилась, они получили такую аналитическую справку, почему? Потому что они заказывали курсы, и поэтому им для анализа прислали. Вот нельзя ли организовать работу так, чтобы я как предметник и другие тоже предметники, интересно было посмотреть результаты в сравнении, и получаем такие результаты. И еще у меня вопрос. И раз там у нас все, получается так, что анализы, анализ вставляется программой, компьютером, нельзя ли тогда нас, как педагогов, освободить от результата своих ВПР, да? Почему? Потому что, говорится, результат по только количеству двоек, это не результат, да? Это вообще не анализ сейчас. А если дается полный анализ, где я могу посмотреть, сравнить свои результаты с другими школами города, я могу с вами сделать результаты с другими школами, с другими школами, с другими школами, и сделать на этом основании выбор, вот как можно сделать так, чтобы я как предметник, и другие тоже, я думаю, поддерживают предметники, посмотреть свой результат. Ну это вопрос к управлению, наверное, больше. Это вопрос, да, больше к управлению образования, это уже еще раз говорю, ваша епархия. По поводу отчетности. Ну Куйвышев недавно сказал, на самом деле. Да, губернатор Евгений Андреевич наш обозначил, и уже получил протокол, задачу Министерства образования и молодежной политики Серловской области, уже вот буквально сегодня в сутро смотрел, расписывал ее. Но вот, возвращаясь к вопросу, вопрос на вопрос отвечу. А какую отчетность составляет на сегодняшний день педагогия? А мы отчетываемся перед всеми. Подожди. Давайте конкретно, поддержите меня, мой конкретно. Вот я из сельской школы, ну понятно, что у нас 113 учеников в 11 школе, и понятно, что я и классный руководитель, я предметник. Я говорю про предметника, какую отчетность? Я еще и социальный педагог. Про предметника говорю. Про предметник. Что? По конец четверти. А вот предметник, я как классный руководитель. Еще раз говорю, убираем классного руководителя, убираем социальный педагог. Как учитель, предметник, какую отчетность вы составляете конкретно? Здесь я с вами не согласна, почему? Потому что у нас каждый предметник это классный руководитель. Еще раз объясняю, подождите, убираем. Хорошо. Дайте я вас привык. Давайте. Вот смотрите, классный руководитель, это отдельная оплата. Согласитесь, вы согласились? Можно нанять человека на эту работу. Это уже подход, как классные мамы. Это еще раз говорю, это другой вопрос. Как классный руководитель, мы убираем. Это другая работа. Как социальный педагог, это тоже убираем. Это уже другие возле вопросов. Вот учитель-предметник, какую конкретно, вот как вы, историк, что конкретно? Вы ежедневно, как говорят учителя, составляете? Ну, давайте возьмем электронный. Ежедневно у нас электронный дневник, да, журнал. Подождите, я обязана дневник? Что здесь такого? Она всегда была. Это тоже есть, это тоже есть. Я понимаю, ну еще, да. Это тоже работа есть, да, это тоже надо заполнить его. Ну, тогда она всегда была. У нас бумажный электронный. Два. Два. Ладно, дальше. Дальше. Не проблема. А дальше анализ контрольных работ. А сейчас у нас прошли... Всегда был? Нет, мы не говорим, что мы не говорим о том, что мы делаем. Сейчас добавились диагностические контрольные работы, должны составить анализ диагностических контрольных работ. Да, в таком объеме. Это еще трое анализов в течение одной ночи. Тогда, смотрите, тогда противоречит сами себе. Вы хотите сравнить, убирая двойки, там тройки, согласен. За двойки не надо оказывать, за двойки надо поощрять. Ну, что же нет, тоже не оценка. И здесь же говорите, что анализ подразумевает собой качественную оценку. Не количественную, а качественную оценку. Педагог анализил. Я говорю о нагрузке сейчас. Вот нагрузка у педагогов высокая, да, кто работает на две, на три. Вот это я говорю. О нехватке педагогов. Другое дело, как работают заместители и руководители образовательной организации. Если раньше, меня, знаете, задели за живое счастье. Я прошел все инстанции, от учителя, завуча, директора, начальника управления образованием. Ни одна бумага не спускается сдать учителю отчет. Весь анализ учитель в силу своей профессиональной деятельности должен себя анализировать. Вас еще не требуют, не везде, по крайней мере, может где-то есть. Раньше с меня, как с учителя, требовали. План работы, план работы на четверть, конспект урока на каждый. Сейчас не требуют. Мы не успеваем. Но мы требуют даже. А раньше попробуй. Рима Семеновна, Дворникова, не сдая конспект. Так, конспект урока. Анализ урока. У меня до сих пор хранятся дома вот такие журналы, где мы писали все. Сейчас все автоматизировано. Вот говорить о нагрузке излишней, вот это надо говорить. Но никакой отчет, а уже в сравнении. Не сравни, это дело завуча. И директора школы. Не буду говорить и спускаться теперь. Вот это моя позиция. Вы мне конкретно не можете прийти, кроме того, что у вас добавилось у педагогов электронный дневник. Все. Ну что конкретно скажите? Когда говорите, ой, много-много. А конкретно? Диагностический, контрольный, работа. Раньше этого мы не писали. Сейчас, опять же, возвращаясь к теме обучения во вторую смену, у нас две городские школы всего, которые не учатся в две смены. Это пятая и шестая. Но пятая за счет актового зала сделали кабинеты, да? Но, по крайней мере, сейчас память мы передали помещение другое рядом, там, освободилось тоже. Выходите с инициативой к руководителю школы и управлению образованием. Но вот это называется проект. Этот проект предлагайте, мы будем поддерживать. И дальше двигаться в этом направлении. Либо сделаем из гаража, который у вас уже не нужен вам, автобуса нет и так далее и тому подобное. Из кабинета ОБЖ, который можно перенести в основное здание, сделать хороший актовый зал там. Нормальное помещение, теплое помещение. Его только надо. Но надо проект. И конкретно мне сумму, которая выйдет. Я поддержу. Вот вам выходы ищите. Это что касается пятой школы. Я бы хотела спросить, будет перестроиться жилье для молодых специальных специалистов? Педагог. Вы педагогом ходите? Педагогом? Нет. Болеет душой. Болеет. Вообще, это очень наболевший такой проблемный вопрос. Жилье касаемое на сегодняшний день. В сухом лагу не строится ничего жилья, кроме для детей-сиротов. Вот единственное, на выходе скоро будет дом, который построили Народное предприятие Знамя. Ну, кацы бывшие. И улицы Кирова для своих сотрудников. И из последних для своих сотрудников построил сухоможцинник. За счет бюджета это нереально. То есть, это я должен тогда забрать зарплату учителей, культуре, на дороге, то есть все, и построить. Потому что бюджет, ну, миллиард пятьсот, миллиард семьсот, в зависимости от того, каких проектах участвуем ежегодно у нас сейчас стал. И понятно, что есть другие варианты, есть другие вопросы. Честно говоря, у меня тоже этот вопрос в голове, на который пока ответа не будет. Ну, про общежитие, так и сказали, это уже вперед. Вот мы находим такие разовые какие-то вещи, которые позволяют каким-то образом перестать. Программ специальных нет, потому что мы могли бы войти в программу, да, софинансированные, их нет. Мне нравится, допустим, всегда привожу пример, когда начались акты вандализма на парке, то жители проезда строителей дома 5, ну, чуть ли не дежурили. То есть они мне звонили там в одиннадцать ночью, в двенадцать, Роман Юрьевич там выезжал, все, выходили, прям некий народная дружина такая. Сами лидерки назывались, правда пожилые люди, но не боясь, они организовались. Приведу пример последний. Есть видео, ну, в нашей парке определенные точки имеют видеонаблюдение. Есть видео, выявили учащихся из одной школы, двоих, дети из благополучной семьи. Мама, папа, алкоголики, сейчас не ходишь. Я пришел на комиссию по делам не совершенную, а он сидит непринужден, но видно, что у него со здоровьем плохо. Все, психически. Что? А он сломал десять фонарей со своим другом. А как вы будете обустраивать наш новогодний городок? И будет ли что-то новое? Это я говорю о том, который у Кристалла. Мы уже второй год ставим живую ель, вы это видите. Хотя здесь в социальных сетях обвинили нас опять куда-то миллионы ельных, никаких миллионов нет. Потому что здесь ограничены возможности. И понятно, что в рамках того, что имеется, мы пытаемся сделать. Все будет по-старому, ничего нового не будет. Томар будет и следующий год. Когда будем строить новогодний городок уже одного поля. Продолжая тему четвертой школы, я заметила, что я работала там вожатой, то, что младшие классы с утра ездят на автобусе, но старшие, наоборот, они, получается, если живут в Волово или более отдаленных местах, они должны сами доходить до четвертой школы. Будет ли как-то устранена эта проблема? Это в летний период или в учебный период? Учебный период? Учебный период. Надо посмотреть по требованиям, потому что у меня уже не первый звонок об этом, что с Рудника идут дети пешком. Было обращение, такое вопрос был. Я переговорю с управлением образования. Почему? Потому что в черташку любому три автобуса или два. Как они организуют? И старшеклассников нужно возить или нет? Потому что, еще раз говорю, есть определенные законодательные требования. Если там прописано, что только начальная школа и там основная школа. Как город готовится к юбилею Победы? Значит, ну понятно, что мы ежегодно первое выделяем денежные средства на приведение памятников в порядок. Кстати, у меня очень... Вот здесь не дорабатывают школы и детские сады. Я уже говорил об этом не раз на аппаратном. Что такое памятник? Памятник это есть у нас личные трагедии ушедшей из жизни у наших родных и близких. Но мы же их посещаем, мы их чистим. Мы к ним постоянно обращаем свое внимание, свою память. Почему мы не делаем это в отношении тех памятников, которые у нас установлены в честь того страшного события и той победы над фашизмом? Я здесь проехался на выходные до Филатова. Все памятники в снегу. Вот эти памятники, о которых мы говорим, да, то есть не личные, а вот, так скажем, знаковые события какие-то представленные или в честь. Вот. Они должны работать. Это история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова